всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это huawei 10 light ну версия light конечно все знают вот эти приставочки там это конечно не есть хорошо забегая вперед скажу что телефон немножко тормознутый здесь kirin 710 и не в играх я суда даже не стал ставить никакие pubg mobile никакие танки это уже бессмысленно но самое главное вы ждете давид скажешь скажите мне ты же там неделю назад снимал там что случилось хавой с google ну обзор снимается в самом начале июня 2019 года на данный момент где-то там до августа до сентября дали урегулировать споры претензии американского правительства китайским компаниям в частности huawei компания google официально заявила что через пару месяцев прекратит давать грубо говоря свой android устройствам huawei и honor но в любом случае этот аппарат еще будет продаваться будет обновляться и что будет дальше я не знаю вот в будущем будете смотреть отпишитесь как там все получилось осталось ли компания huawei без google без android естественно или нет что касается этого телефона он не то что печальный он не такой дешевый кстати цены сейчас на него начинается от 13 тысяч и выше за версию 3.32 еще версия 3.64 гигабайта он ничем сильно не выделяется но своего покупателя найти может если вы не против того что он тормознутый тормознутый в данном случае так то есть я нажимаю картинки фотографии и я вижу эту небольшую задержку которой нет телефонах более дешевых от других производителей которые могут стоять там 10 тысяч рублей они 12-13 но возможно я придираюсь и наверное даже вы окажетесь право потому что у меня есть опыт съемки недорогих телефонов и там каждый третий комментарий писали давид что ты придираешься телефон стоит 8000 был мне обзор huawei как раз очень дешево он сейчас вообще помощи стоит или 7 да но это вещь стоит 13000 за эти деньги можно купить огромное количество других телефонов поэтому я к нему строк но давайте по порядку батареи установлен 3400 миллиампер час вес телефона 162 грамма здесь нет металлических элементов это пластиковый корпус пластиковая спинка но плане дизайна кстати я ничего плохого сказать не могу аккуратный нормальный современный телефон ничего плохого и отпечатки собирают но за это я ругаю многие телефоны этот не исключение в остальном в руке он лежит нормально кстати здесь экран 6 21 дюйма он большой рамочки ну не маленькие небольшие для такого класса устройств наверное подойдет опять же судить вам сверху есть вырез огромный его можно скрыть там фронтальная камера а так еще вот закончу свою мысль что дизайн даже и нормальный то есть телефоне телефон в руке нормально органично ну в большой руке он большой но он нормальный вот что хочу до вас донести бывает телефоны более дорогие которые в руке хуже сидят чем этот этот мне нравится держать в руке нравится им управлять по части кнопок всего остального здесь все в принципе стандартно включение кнопки громкости с правой стороны сканер отпечатка пальцев на задней спинке сверху камеры которые практически не выступают комплекте кстати идет бампер за что компании huawei хонор большое спасибо сверху лоточек слот совмещенный либо две сим-карты либо вместо второй карты памяти разъем для дополнительного микрофона сделан очень близко к слоту и недалекие люди либо нормальные далекие но у кого дальнозеркость они могут не разглядеть и воткнуть сюда в микрофон прямо булавку ну или комплектную скрепку поэтому тоже странный подход обычно ее разносят посередине ладно окей не придираюсь больше динамикный хочется похвалить он здесь один монозвук но он звучит на уровне дорогих телефонов флагманов мне понравилось качество звука она громко и четко это удивительно это хорошо в наушниках звучит среднее разъем имею ввиду разъем три с половиной миллиметра здесь есть здесь также устаревший уже разъем micro usb обычный не тайп си а просто обычный по экрану стоит сказать несколько слов это очень важно на экран мы все пялимся в телефоны смотрим потребляем контент либо снимаем так далее то есть экран это очень важно full hd плюс если быть точным то две триста сорок на 1080 на 621 дюйма ips 19 половина на 9 нетипичное значение 415 пикселей на дюйм обычно бывает 402 там 401 и выше то есть имею ввиду что чуть 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 не стандартно привык уже к этим цифрам просто за несколько лет по экрану особых вопросов нет яркость у него хорошая вот тут наверное и мои слова о том что есть телефоны за 7000 не совсем корректные не могу сказать что она сильно крутая но на солнышке экран читаем это хорошо есть автояркость есть настройки цветовой температуры ну все что необходимо в телефоне есть работает телефон под управлением системы android о чем я и говорю что будет будущем с huawei я не знаю на данный момент версия android 9 версия ему и 901 еще раз на всякий случай отмечу то есть вот пока действует там это двухмесячное затишье то телефоны которые уже продаются ну все-таки google не звери все-таки это тоже компания крупные они будут их поддерживать как я понимаю то есть вы купите если телефон сейчас вот там до июля до августа и до сентября как все это окончательно разрешится то обновления должны по идее приходить а вот в новых уже этого ничего не будет поэтому опять же думайте крепко нужно вам это или нет печальный обзор получается не за того что мне этот телефон чем-то не нравится или чем-то компании huawei не угодила но я рассказываю вам правду почему печально потому что скажете ну блин докопался до этого до этого до этого но камеры ребята они здесь печальные 13 мегапикселей плюс 2 мегапикселя плюс 24 мегапикселя фронтальная при том разумеется есть эффект боке на обоих камерах есть искусственный интеллект на обоих камерах я пробовал его включать пробовал выключать мне не понравилось качество фотографий с этого телефона она на уровне вообще какого-то дешманского телефона в два раза дешевле и мне не понравилось качество фронталки замечаете если те кто меня смотрит то обычно я говорю знаете в этом телефоне часто основные камеры средняя фронталка хорошая здесь и фронталка не очень хорошая не знаю почему так видео притом пишет вполне себе неплохо full hd разрешение только не забудьте поставить full hd потому что по умолчанию телефон из коробки когда вытащите запустите у него почему-то hd качество стоит но хромает фокусировка иногда кадр скачет но само качество видео неплохое качество видео full hd 60 fps как ни странно по умолчанию стояла только hd качество телефон в одной руке проверяем стабилизацию что еще батарейка 3400 буду честен не было времени запустить без перерыва сколько он крутит но по моим ощущениям я поставил сюда сим-карту как бы не садится сильно быстро я бы сказал день точно его хватает такого нормального использования есть ультра режим энергосбережения есть интеллектуальный режим есть возможность изменить разрешение экрана принудительно на hd плюс вместо full hd а вот жестами управления разные движения здесь поменьше чем более дорогих телефонах но они такие простые перевернуть телефон чтобы отключить звук взять телефон чтобы увидеть уведомления скриншот тремя пальцами ерундистика но тоже есть системную навигацию можно поменять можно поставить управление жестами ну и напоследок производительность как вы поняли я и не доволен и не за того что телефон недорогой но объективно даже не в играх дело ну 94000 в антуту притом тут у нас процессор кирин 710 2 и 2 гигагерца так то частота старших ядер их здесь 8 видеопроцессор малиджи 51 4 ядра но по факту конечно повторюсь телефон перелистывает даже вот из встроенного приложения галерея я не поставил сюда какое-то стороннее приложение открывает приложение медленнее чем телефоны даже более дешевые а в играх но это будет конечно но не тихий ужас но будет плохо поэтому как игровой телефон не берите лучше возьмите что-нибудь на своем драгоне даже на 450 он явно будет лучше чем этот кирин поэтому основная моя претензия к этому телефону это не торопливость это плохое качество фото и видео да и в принципе это все у него нормальный экран ничуть не хуже даже более дорогих телефонов у него неплохой динамик если для вас это важно по крайней мере ну он четко и громко играет у него в принципе нормальная батарея 3400 не сильно хорошая но и не убогая он нормальный только что пластиковый важно учитывать модули на все здесь нет если для вас это важно остальное все наверное обзор заканчивая покупать не покупать каждый решит для себя сам но знаете на будущее обычно это же логично и буквально это так и происходит версии light облегченные это всегда чем-то урезается поэтому есть смысл купить не хонор 10 если просто не хватает денег в этом ничего такого нет все мы люди посмотрите хонор 8 хонор 9 они не сильно отличаются за эти деньги возможно купите не light версии а прошлогодний хонор либо какой-то другой бренд но выбирать в любом случае вам на этом у меня все я как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны если нравится то что я делаю ставьте огромный жирный лайк если не нравится дизлайк в любом случае подписывайтесь на канал заходите на мой инстаграм в инстаграм я выкладываю то на что будут обзоры там достаточно интересно счастливо все